пропускная способность о чем это вообще пропускная способность это про то что вот я сейчас тут считаю пытаюсь понять сколько лет я изучала тему мира международных каких-то штук вообще знакомилась с миром у меня висела карта перед столом достаточно долго сидит условно там с лет двадцати потом я вдруг обнаружила что вот есть континент и это как тогда когда у нас было то есть я очень хорошо это момент помню не было никого из других стран вообще ноль людей 0 это сейчас у нас на каждом континенте в каждой стране практически живут наши а тогда я смотрела на карту это был такой гигантский мир который казался вообще недоступным и таким каким-то как знаете как вселенная галактика и целая такая система как солнечная система и ты не понимаешь как она что устроена и кажется что это как бы всю жизнь не узнать как же так это же это же прям целый странный континент и потому что до этого ты изучал только географию еще у тебя есть этих как они называются господи мифы там где-то древняя греция так далее вот вам прикол когда мне было 30 чем-то лет смысле недавно вот то я узнала что египте не говорят на египетском и во первых мне бы стало не стал не то что грустно я расстроилась потому что не хотела услышать египетский потому что мы столько всего про египет изучали а его не существует не этой цивилизации ничего кроме исторических вот эти господи пирамиды все ребята все потому что там живут арабы и у это не на арабском блин с египетским диалектом все смысле и это никакого отношения не имеет ни к египту которым мы изучали классе владеть радуется вот это никакого отношения имеет к египту которым мы изучали подряд по вот этим книжкам истории египта до тысячи лет до нашей эры господи вот и тогда ты понимаешь что в принципе не знаю как это ньинманцы наверное сделали свое дело когда ты стал смотреть на карту и пытаться найти мьянму между индией и китаем вот так я это запомнила могу сейчас опять ошибаться в общем рядом с индии мьянма находится вот тогда ничего не было понятно даже в институте мы не изучали не не знаю запад и восток азия рынке ближний восток все это все было так недоступно и непонятно что это оказалось реальной нереальным ну плане изучения познания понимания и вот мне кажется я беру отчет примерно с 2014 во-первых потом мне недавно спросили ирина почему ты никогда не посещал другие страны а я говорю а у меня не было прецедента вот второе наш с вами слова прецедент когда у тебя есть в твоем поле окружении хоть один человек который бы куда-то съездил я не считаю египетские турецкие господи закрытые парк отель и отели с абсолютно закрытой зоной которая вообще ничего не имеет общего к пониманию там вы понимаете зачем вот я про другое я к тому чтобы человек там жил или какой-то был бизнес или он там работу меня в окружении было таких я до 20 вот опять пытаюсь посчитать 6 7 лет 27 круче посчитайте там какой-то момент всю жизнь я ездила в деревню там сажала картошку послахоз овец точнее и коров там стада пахала там поля собирала сено вот и так далее и так далее то есть моя жизнь иначе чего с двумя городами до москва как бы до москва я работала москве очень классные должности очень крутые проекты сама начала делать кстати всегда удивлялась что это такое во мне куда этого мне вот это еще предстояло потом долгий путь чтобы самому себе это принять признать что я такая вот вот чтобы поверить потому что ты делаешь интуитивно у тебя получается и ты в шоке потому что ты собиралась просто условно я сейчас не шучу держать пару коц и в идеале корову и вообще как бы заниматься своим фермерством и вообще не вылазить во всех смыслах не полазить вот поэтому пропускную способность пропускная способность пропускная способность что это возможно ли изучить язык за один год ну да возможно вот но поймешь ли ты культуру проникнешься ли ты этим будет ли это становиться какой-то частью твоей жизни ну вряд ли ну только если не посвящаешь весь этот год итог это это сложно на самом деле я про то что когда ты начинаешь совмещать это со всей жизнью когда это становится частью твоей жизни ты учишь язык культуру другую и через запятую все и тогда получается что у тебя раз через какой-то период происходит понимание ты подписываешься на каких-то людей ты начинаешь смотреть какие-то видео ты начинаешь чуть больше узнавать вот мне кажется мне это началось вот ребята минманцы потом друзья смета начали ездить другие страны я всегда удивлялась зачем это ну с точки зрения что мне опять не было прецедент это были первые люди моей жизни которые вот опять мы иногда с вами знаете что путаем мы путаем да мы там фоном конечно мы слышим что есть это 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 но к нам это отношение никакого не имеет магия происходит когда ты садишься напротив человека тебе говорит вот я поехал смотри вот там так выглядит метро там вот значит проездной такой-то покупаешь карточку вот прикладываешь здесь и еда в макдональдсе не такая вкусная как в россии вот так работает вот тогда ты начинаешь такой задуматься так принципе мне тоже можно наверное так как у меня с английским вот такой понятник она может быть английский то а как это еще все устроено то есть первый прецедент это ребята которые отучились мете начали постепенно потихонечку выезжать пока мы учились мете у нас никто никуда не выезжал они все ездили домой и я соответственно тоже я сделал чуашу то есть ребята ездили домой там мурманск перьмь и так далее то есть россия нет мансы их вообще не отпускали домой поэтому они оставались здесь основном короче мой мир вот постепенно расширялся а потом уже через коллег как что-то ты там узнаешь какие-то первые такие тоже моменты когда это не туризм когда ты не смысле человек едет чисто лежать на пляже причем при отельном пляже все это не считается потому что это никак не расширяет твои границы рамки вот тем более что меня вообще никогда ну то есть меня привлекало ведь и интуитивно всегда возможно вас тоже также вас привлекает историческое культурные ценности языки как бы вот люди да вот этот как все там устроено а не полежать на пляже с утра до вечера эти пить алкоголь раньше все было популярно пить алкоголь типа все включено боже там объедаешься нажираешься это настолько не моё бы изначально что я как бы сразу это отодвигала типа я слышал только такие истории в начале про заграницу поэтому понятно нафиг нужно мы про турцию раньше мы еще слышали что конечно прям так и назову шмотки да привозили вещи в девяностые и дальше в 2000-е кстати и потом тоже вот поэтому если ты думаешь как бы вот твой мир служивается вот до всего этого это такое-то это нафиг нужно да то есть я лучше вот поеду в чуваши встретишься родными и бабушке помогу ну то есть выбор по моему очевиден вот и потом уже вот так вот шаг за шагом 14 году олимпиада чуть-чуть мне кажется немножко сдвинула с места потому что первых у меня произошло что-то такое крутое событие я сама уехала одна в сочи первый раз жизни в другой город одна сын о незнакомых там людей мне и это был такой челлендж вызов и когда ты делаешь такие вот помните да тему наши микро победы микро именно микро победы когда у тебя есть твердое твердое что такое твердый результат когда ты вот сам что-то сделал подтвержденный результат для тебя лично то есть ты вообще его тебе даже не нужно никому это доказывать показывать ты сам это знаешь все у тебя как будто level up плюс один там кому как бросать крылья дополнительные новый навык сильный еще 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 кучу всего и тогда получается что вот это вот происходит твердость и ты начинаешь задуматься о следующем шаге следующем этапе я тогда начала вот это событие и ты тогда думаешь таком принципе может быть можно и поехать тогда в другую страну вот правда у тебя еще нет для этого не ресурсов ничего ты только допустил эту мысль впервые жизни насколько мне там было могу посчитать 2728 что такое я тогда же примерно у меня сложилось так что я реализовала все свои мечты из детства и юности вот эта фраза из детства и юности все кроме одной одна у меня на на совсем такое будущее будущее но это было ставлено специально потому что там какая-то мега подготовка это связано с камчаткой и это не просто то есть все таки очень важная подготовка то есть окей что некоторые мечты ты целенаправленно понимаешь как ним готовиться и что их лучше реализовывать в каком-то таком вот ну ключе не так чтобы просто для ради галочки а когда ты внутренне понимаешь что ты под этим подразумеваю что это не просто посещение камчатки а что под этим что-то более глубинное окей как бы я это сохранила остальные я все реализовала и тогда у тебя встает вопрос так ну как предполагала что это во первых никогда не реализуется если реализуется тип в конца жизни или в течение всей жизни точнее а так как типа тебе уже два тебе только там 27 ты такой чувствуешь себя мега молодым и типа все сделал а что дальше его дальше как раз по всем упражнениям ты начинаешь да типа сто целей мечт выискивать их я захотела изучать языки но к тому моменту я была уверена твердо что я я уже начала себе разрешать что возможно я все-таки талантлива потому что забегая вперед мы все талантливы вот что возможно дело в системе возможно дело в языке я про английский короче я не ошибалась и это было наверно одно из самых крутых решений когда я я начала постепенно подбирать себе новый язык для изучения по своей методике что я буду учиться когда хочу как хочу каким образом хочу в общем абсолютно исходя из удовольствия и своих желаний предпочтений и так далее и это сыграло то самую ключевую роль когда все получилось все получилось дело и получилось в общем итальянский в итоге это стало итальянский язык методов переборов проб всевозможных языков это стал итальянский и он не открыл что-то невероятное изучение языков открывая для нас новое пространство новую культуру и опять что твердость твердость ты получаешь твердый результат ты начинаешь говорить на другом языке ты начинаешь допускать новые мечты что-то вроде я же могу пойти обучить я же могу кулинарные курсы там закончить я смогу группу отвести туда я же могу да и вообще столько всего это же абсолютно новый мир тогда на тот этап момент у меня мир значит границы подвинулась то есть тут была россия мьянма и появилась италия и вот такая у меня карта нарисовалась так первая часть сейчас запишу 2